Огонь. Огонь Евангелия. Потому что Иисус Царь. Меня пригласили в Африку. И я поехал. Отвезли меня в одно место. Я хочу рассказать об этом вам. Это был лагерь беженцев. Понимаете, что это? Миллионы людей бегущих от войны. Если они не уйдут. То все умрут. Но идти некуда. Поэтому они забирают чью-то землю. И это делает их завоевателями. У них нет оружия. У них есть одежда только на себе. Если они останутся, то отрежут голову им. Если пойдут. То их помещают в эти лагеря. И они идут в лагеря. Там нет воды. Нет еды. Просто болезни. И нет надежды. Меня водили под вооруженным эскортом. В эти лагеря беженцев. И сказали мне. Исправи-то. Самые большие правительства земли не могут этого исправить. Он не может этого исправить. Как я могу это исправить? Иисус царь правильный ответ. Восемьсот тысяч человек. Умирают. Умирают от голода. А я белый человек. Для большинства людей там, я часть их проблемы. Они хотят меня убить. Просто потому что. Что будешь делать? Я скажу вам, что я сделал. Правильно или нет. Бог будет нас судить. И для меня это нормально. Но вы не судите меня. Вот я стою возле дерева. Жарко. Люди, которые привезли меня, привезли также и много пищи. Привезли шеф-повара из Европы. И вот я стою там. Сказал своей команде, мы не будем есть. Будем поститься. Свою пищу отдадим кому-нибудь. Это доброе. Это доброе. Вот я стою там. Жду, когда они будут кормить. И вдруг подходит этот шеф-повар. И говорит, ты мне нужен. Я могу готовить, конечно. Я вообще наслаждаюсь, люблю готовить. Много. Но я не профессиональный повар. Я просто ем обычную еду. И спрашиваю, зачем я тебе нужен? Пойдем со мной. Пошел к нему на кухню. И он показал, что эти баки полные еды. Я впечатлен. Много еды. И в чем проблема, говорю я? Он говорит, у нас людей гораздо больше, чем есть еды. Я говорю, почему это вдруг моя проблема стала? Вы плохо спланировали. Это не моя проблема. Он сказал, да, это. Нет, твоя. Джуди. Он сказал, да, это твоя проблема. Потому что я слышал, как ты проповедуешь. Ты веришь в Бога. Я говорю, да. Он сказал, да, говори моему горшку. Я говорю, что ты хочешь, чтобы я ему сказал? Он сказал, скажи моему горшку, чтобы он не кончался едой. Еще что-нибудь хочешь, говорю я? Все так и было. Нет, говорит. Мне просто надо больше еды. Я говорю, это просто. Потому что я Божий Сын. Бог со мной. И Он умножает еду постоянно. Он сказал. Ладно. Я коснулся этих кастрюль. Во имя Иисуса. Накорми этих людей. И посмотрел на Него. Еще что-нибудь надо? Нет. И пошел к своему дереву. И они накормили народ. Все люди поели. Все люди поели. И возвращается шеф-повар. Говорит, пошли. Я уже тебя спрашивал, если еще что-нибудь было нужно. Ты сказал, не нужно. Он сказал, я хочу показать что-то. Я пошел назад туда. Во всех кастрюлях еще была еда. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Была большая палатка. И мы идем в эту палатку. Что-то там пахнет. У беженцев нет воды. Они не могут мыться. И вот я стою там. Жду своей очереди. Обычно я не говорю много. Пока мне микрофон не дадут в руки. А потом я изгоняю бесов. Исцеляю больных. И очищаю прокаженных. И воскрешаю мертвых. Потому что этим я зарабатываю на жизнь. Потому что Бог со мной. И я сын Божий. Я встал, чтобы говорить. И приходит очень худая, тощая женщина. С младенцем, который умирал от голода. И мама младенца. Показывает мне своего младенца. И поскольку я лучший дедушка в мире. Я беру этого ребенка. И женщина говорит. Отдаю тебе свое дитя. Я почти умерла от спида. У моего ребенка спит. Но я умру первой. И я хочу, чтобы ты позаботился о моем ребенке. Я говорю, нет. И она была удивлена. Я сказал, я позабочусь об обоих вас. И я схватил ее. И поцеловал ее. Как вы видели, я это делал здесь. И я дал ей назад ее дитя. И помолился о ней во имя Иисуса. Бог исцелил их обоих. И я сцелил их обоих. Вы слышите меня? И другие люди стали приходить. Калеки. Глухие. Слепые. Еще люди со спидом. И я их целую. Обнимаю их. Молюсь за них. Одного за другим. Пау. И сила Божия ударяет их. Вы готовы? Бог их всех исцелил. Вау. Вот туда ты идешь. Вау. Вау. Впечатляет. Вы слышите меня? Нет. Ничего. Чего Бог не сделал бы. Он ждет нас. 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 Мы можем это делать. Умножение пищи. Слепые видят. Калеки ходят. Жертвы спида исцелены. Бог с нами. Бог настолько с нами. Он любит нас. Это мне напоминает один стих из Библии, которым я хочу поделиться с вами. Матю 10, 7. Если вы хотите. Это нормально. Матфея 10, 7. Что же там написано? Матфея 10, 7. Что там сказано? О. Что дальше? Что мы проповедуем? Правильно. Если это лагерь беженцев в Южной Африке, если это Мексика, если это Россия, не важно, где это. Все одинаково. Все одинаково. То же самое. Не так давно я был в Северном Малави. Не так давно я был в Северном Малави. И я, как один из тех парней, я люблю находить конец Земли. Как он выглядит? До края Земли. Куда другие люди не хотят идти. Где слишком много войны. Или слишком много болезни. Или слишком много голода. Как оно выглядит? Кто там проповедует? Я. И мы дошли до конца дороги. До конца бетонной дороги. и там была дальше гравийка. И мы стали по ней трястись. Доехали до конца гравийки и просто грязь и топь. И в конце концов мы добрались до края земли. И дорога прекратилась. И ты вылезаешь из грузовика берешь свой рюкзак водички туда и идешь в поход. Понимаете? Зачем? Зачем ты так идешь? Что в седьмом стихе сказано? Сейчас что? Что ты проповедуешь? Приблизилось Царство Небесное. И ты говоришь людям Иисус Царь. И вот мы пробирались час-два. Горы. Там львы. Гиены. И они хотят меня съесть. Потому что это пахнет хорошо. Вот прихожу я в эту деревню. Это край мира. Оттуда, где я стоял. Куда бы ты ни повернулся, ты идешь назад оттуда. Я нашел край планеты. И это хорошее место, где можно быть. Потому что Иисус сказал, идите вы и проповедуйте Евангелие. И вот я приезжаю в эту деревню. Прихожу. Жарко. Люди смотрят на меня. Я думаю, надеюсь, они не каннибалы. Знаете, что они мне сказали? Ты второй белый человек, которого мы когда-либо видели. Я говорю, что не первый? Они говорят, нет. До тебя был еще один. Я второй. Никто не приносил Евангелие этим людям. И это грех. Нам нужно покаяться и проповедовать Евангелие. И я спросил людей, потому что я стоял на горе, и я могу видеть другие горы к северу, и другие горы к западу. Сколько там христиан, спросил я? Ни одного. Чья это вина? Скажи, это моя вина. Скажи это, это моя вина. Скажи это. Я беру ответственность за Евангелие. Я беру ответственность чтобы нести Евангелие этим людям, которые никогда не слышали имя Иисуса. Это моя ответственность. И когда я уехал, знаете, кто позвонил моей жене? Я позвонил моей жене и сказал ей, упаковывай чемодан. Зачем? Потому что я переезжаю работать сюда, и я не возвращаюсь. Здесь нет вообще христиан дни и дни пути. Никто не печется об этих людях. Мы должны заботиться. Жена замолчала. Потому что мы уже это делаем в Мексике. Понимаете? Я проповедую Евангелие. И мама входит одна. По ребенку в каждой руке. И еще один на спине. Заходит, вся вспотела. Спрашиваю переводчика, а это кто? Она идет уже два дня. чтобы прийти на трехчасовое собрание. Вся ее семья, там, где она живет, умирают от спида. Все. И она привела этих детей через землю львов. Без еды. Без воды. Потому что ей нужен Иисус. Вы понимаете? Вы понимаете, насколько вы важны в Евангелии? Ты Сын Божий. И пришло для нас время действовать, как Сынам Божиим. Пришло время для нас встать и проповедовать Евангелие. Повсюду. Несмотря на последствия. Иисус Царь. И она смотрела, как я проповедовал. Никто ее не встречал. Большой комитет с объятиями. Потому что у всех там тоже был СПИД. Если не СПИД, то туберкулез. Если не туберкулез, то какая-нибудь лихорадка. Вы понимаете? Мир нуждается в нас. И они не хотят. Им не нужно, чтобы мы были в страхе. А мы не нужны им в запуганном состоянии. Мы не нужны им в волнениях и тревогах. Они хотят, чтобы мы были полны радости Господней. Полны силы Евангелия. Потому что Иисус Царь. И я проповедую. И у нее дети. И она смотрит на меня. И вдруг начинает трястись. И я смотрю на нее. Странно. Она только что пришла. Еще до сих пор потеет. И вот она трясется. И я думаю, Наверное, это дьявол. Ну, посмотри, где я нахожусь. Потом начинает вращаться. И они схватили детей. Дальше она просто падает на землю. И продолжает вращаться на земле. И я говорю, Это что еще? И пастор говорит мне, Я никогда такого не видел. И я говорю ему, Я тоже. Через несколько минут Человек 10-15 еще стали трястись. И упали на землю. И стали вращаться. Первое, что ты видишь, Ты думаешь, это сила дьявола. Потому что это что-то новое. Что-то, к чему ты не привык. Но это не делает это злом. Оно просто делает его необычным. Для нормальных людей. Но мы ненормальные люди. Мы сыны Божьи. И мы принимаем сверхъестественное. Во имя Иисуса. И я ждал. Один час. Два часа. Многие люди спаслись. Было просто грандиозно. И мы стали молиться за всех этих больных. И один за другим стали исцеляться. И поэтому я была очень интересна эта женщина. В конце концов, она очнулась. И я спрашиваю ее, Что с тобой было? Она рассказывает, Я смотрела, как ты проповедуешь. И небеса над твоей головой стали вращаться. И Бог вошел мне в рот. И я стала вращаться, Как я увидела небо вращающемся. И я чувствую хорошо себя. Я говорю, Хорошо, я уверен, ты исцелена. И она пошла пешком назад два дня. И когда она пришла домой, Все были исцелены. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Это хорошо. Я рад, что вы слышите. Вернемся к Матфея 3 главе. Второй стих. Мы это делали уже утром. И будем делать вечером. И если он мне даст еще говорить, Мы снова будем это делать. Был один дикий человек, Вышедший из пустыни. Он не вышел из библейской школы. Он не был одет, Как священник или пастор. Они смеялись над тем, Как он был одет. Какая-то шкура верблюжья на нем была. И он ел насекомых. Странный парень. Странный индивидуум. Но кем он был? Он был председателем, Или человек, Кто претенцем Он был председателем, Он был председателем, Он был председателем, Тот, кто провозглашает И объявляет предшествие Мессии. Бог поднял его От младенца, Исполненный Духа Святого. По одной причине. Чтобы возвестить Пришествие Мессии. И я здесь сегодня, Чтобы вам что-то объявить. Иисус вернется. И мы должны работать. Иисус возвращается. Я не ем насекомых. И где-то оставил Своё верблюжье пальто. Но для вас я, наверное, Немного странный. Но я ем мёд. И насекомых тоже ел. Иисус грядёт. И когда Он придёт, Что у вас есть, Чтобы отдать Ему? Это важный вопрос. Мы должны учиться, Как работать Евангелием. Что говорил Иоанн Креститель? Какое было его первое слово? Я приехал, чтобы сказать вам нечто. Покайтесь. Потому что я проповедую так, как они. Покайтесь. Почему мы должны каяться? Какое второе слово сказал Иоанн Креститель? Да, приблизилось Царство Небесное. Я хочу вам ещё одного человека представить сегодня. Мы войдём в 4 главу Евангелия Матфея. Нормально? Сейчас найду стих, нужно его посмотреть. А все могут посвистеть в это время. Да, нашёл. Нашёл. Мне соответственно, необходимо Esperать. Покация для тебя. Я очень! Покации для вас. Покации для вас. Покации? Покации для вас. Знаете, что я чувствую? Я скажу вам, что я чувствую. Я чувствую силу Божью. Если вы больны в своем теле, протяните руку вверх. И скажите со мной. Иисус, Иисус, Ты нужен мне. Я прошу Тебя исцели меня. Я прошу Тебя благослови меня. Я прошу Тебя благослови меня. Я прошу Тебя наполни меня милостью. Я прошу Тебя благослови меня, Иисусу. Во имя Иисуса. Все. Сейчас лучше чувствую. Лучше. Матфей. Четыре. Пятнадцать. Зимля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея Языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Что вам нужно понять? Мир во тьме. Мир окутан тьмой. Вы понимаете это? А мы кто? Мы дети света. Мы сыны Божьи. Мы есть ответ. Посмотрите, что сказано. Они увидели свет великий. И сидящий во тьме и тени смертной воссиял свет. Вы слышите? Свет взошел. Уже не темно. Благость Божья поднялась. Царство Небесное приблизилось. Протяни руку и достань себе Царство Небесное. И ешь хлеб с неба. Я принимаю свет Евангелия. Я хожу во свете Евангелия. Я хожу во силе Евангелия. Когда я иду, Бог идет. Потому что я Сын Божий. И сила Евангелия живет во мне. Я исполнен милости. Я исполнен благодати. Я исполнен исцелением. Я исполнен освобождением. И оно желает наружу. Жизнь. У меня есть жизнь Божья. Аллилуйя. Посмотрите, что сказано. Семнадцать. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Смотрите. Смотрите. Пришел Иоанн Креститель. В третьей главе. Какое первое слово он сказал? Второе какое? Четвертая глава. Иисус приходит. Какое первое слово говорит Иисус? Не странно ли это? Одно и то же послание. А вы думаете, вам зачем другое послание? Какое первое слово? Скажите со мной, Иисус. Я прошу Тебя милости. Покажи мне, как открыть мое сердце для Евангелия. Покажи мне, как покаяться. Что второе сделал Иисус? Какое второе послание? Семнадцатый стих. Какое второе послание? В точности то же самое послание. В точности то же самое послание. Какое же у нас должно быть послание? Покайтесь. Скажите это. Ибо приблизилось Царство Небесное. Вы понимаете? Углабливаете? Выхватываете? Вы получаете это? Да? Какое же у нас послание? Это правда. Мы сегодня раньше начали. Он раньше сегодня начал. У нас нормально со временем? Сколько еще времени? Хорошо. Хорошо. Я хочу рассказать вам историю. Хорошо? Хорошо. Бог говорил к нам в Мексике. Там горы, где нет христиан. И очень трудно добраться в эти горы. Нужно много-много часов ехать на 4WD, на плохой дороге. И еще потом пешком идти, много часов. И все, кого ты там увидишь, это убийцы. Все. Понимаете это? Но небо хотелось, чтобы мы пошли. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я это сделал. Следующее, что мне нужно делать? Что я проповедую? Приблизилось Царство Небесное. После того, как я проповедую, что я делаю дальше? Исцеляю больных. Воскрешаю мертвых. И сгоняю бесов. И очищаю прогоженных. Даже для убийц. Даже для этих ужасных, сумасшедшим, злобных существам. И мы проповедуем Евангелие. И одна семья рождается свыше. Что это значит? Когда семья рождается свыше. Знаете? Это означает, что я теперь должен возвращаться. Посылать этих ребят. Каждый месяц туда. Кто-то должен идти и проповедовать Евангелие. Каждый месяц. Кто-то имеет энергию и тратит энергию. Время. Деньги. Для чего? Для Царствия Божия. Чтобы другие могли спастись. Чтобы другие могли исцелиться. Чтобы другие могли освободиться. Посмотрите на меня. Я исцелен. Посмотрите. Я благословен. И это здорово! Да. Но вы не думаете, поскольку я был освобожден, и свет Евангелия сошел на меня. Не должен ли я взять этот свет Евангелия и отнести кому-то еще, который по-прежнему сидит еще во тьме? Не должен ли я дать им эту свету Евангелия просеять для них? Да. Мы сделали это. И люди спаслись. Группа людей. Но там что-то произошло, о чем я не знал. Один из сыновей главного убийцы. Один из его сыновей очень сильно разозлился. потому что Евангелие пришло. И наши христиане молились. И вот заходит сын с двумя полуавтоматическими пистолетами и стреляет. Я этого не знал. Это все из-за Евангелия. Вы понимаете это? Ясно сказал Иисус. И враги домашние. Так сказал Иисус. Неприятно слышать такие слова. Никто не думает, что ты будешь от этого счастлив. Но реальность такова, что есть война между адом и небом. И ты либо в одном лагере, либо в другом. Нет безопасной территории посредине. И вот я не знал этого. Этих людей расстреляли. Я благодарен, что никто не умер. Но их изрешетили. И вот мы проводили эту конференцию. Много людей. Много. Много людей. И я должен был ехать. И я взволнован. Много. Сотни, сотни братьев. И я должен с ними есть. Я должен с ними спать. И у нас собрание. И сошел Божий огонь. И ударил по этому месту. И я стою возле стола. Там маленькие столики, на которых кладем Библию. И я забрался на этот столик. Проповедуя. И смотрю далеко назад. И там сидят люди. Сидят вот так. И я сказал им. Эй! Вставайте! Они не послушались меня. Есть много людей между мной и ими. Как океан. И они все радуются. Но не на них я смотрел. Я смотрел на эти мертвые головы там позади. Мы забили четырех свиней. Двух коров. Накормили всех. И ты приходишь и ешь нашу еду. Но ты не поклоняешься нашему Богу. Ну, это меня раздражило. И я спрыгнул со стола. И пошел до них. Мой сын Джои. Разговаривает со мной. Успокойся. Успокойся. Я не успокоюсь, я говорю. Он пытается мне сказать о этих людях. Но я его не слушаю. Я просто... О, это нормально. Так. Так. И вот он разговаривает со мной. И я сказал ему. Перестань говорить. Перестань. Эти люди дьяволы. И я их сейчас сдвину оттуда. Для большинства современных христиан они не любят такого проповедника. Поэтому вы не воскрешаете мертвых. И вот я иду. И я уже окутан этим людским морем. И я молюсь. И Дух Святой просто сбивает людей. 20-25 человек за раз. А я пытаюсь добраться до самого заднего ряда. И Дух Святой просто распахивает этих людей. И я добрался. И вот они прямо передо мной. И вот так сидят. И я очень сильно на них злился. Но они ничего не говорят в ответ. И я положил на них свои руки. Бог сделает что-то с этими безголовыми людьми. Но я понятия не имел. Насколько неправ я был. Это люди. У них дырки от пуль. За Евангелие. Они ничего мне, ни слова не сказали. Джоэй до сих пор пытался что-то мне объяснить. И я помолился за всех их. И старейшины, которые были со мной, тоже помолились за всех них. И затем мы вернулись в океан людей. И был один человек с ударом. Его привезли на кресле привязанным. Потому что хотели, чтобы он исцелился. И мы пришли к нему и молились за него. И Бог исцелил его. Ну, в конце концов, собрание закончилось. И я уехал. Но ребята остались. Потому что кто-то должен делать всю работу. И служение снова началось. И вдруг, все эти люди позади, которые не двигались, они вспрыгнули и стали поклоняться Богу. Все они, все их раны от пуль были исцелены. Вы понимаете? Ад ненавидит нас. И они могут пострелять нас. И очень больно. Ужасно. Но Иисус любит нас. И Он приходит к нам. И Он исцеляет нас. Все они исцелились. Военные пришли. И схватили того, кто стрелял. И посадили его в тюрьму. Он в тюрьме. После того, как Иисус исцелил папу и всю остальную семью, им пришла в голову идея. Они подошли к одному из наших пасторов. И спросили его. Можем ли мы пойти в тюрьму и помолиться за нашего сына? И пастор говорит, конечно. Послушайте, это люди со шрамами от того, что в них стреляли. Все их органы внутренние также были исцелены. Все исцелено. Это так потрясающе. Они пошли в тюрьму. Люди, в которых стреляли. Которые исцелились. Пошли в тюрьму. И пришли к этому парню, который в них стрелял. И подняли свои одежды. Ты стрелял в нас. Посмотри, что сделал Иисус. Этот человек, который стрелял, поклонился. И сказал, что мне делать, чтобы спастись? Он родился свыше. Аллилуйя. Аллилуйя. Евангелие для каждого. Для вас. Для ваших семей. Для ваших врагов. Для всех. Вы понимаете? So let me read you a verse. It's in Matthew. Hold on. I'm finding it. Chapter 10. Verse 7. Matthew. Chapter 10. In verse 7. Стих 7. Что там сказано? Okay. Okay. I'm gone. What do I do now? Я пошел. Что теперь? What do I preach? Что я проповедую? Okay. Thank you. After I do that. What do I do next? Что я делаю следующее? What's next? Дальше. Еще. What else? That's our demon. Yes. That's right. A few months ago. A few months ago. I got invited to go to Nicaragua. Меня пригласили в Никарагуа. Central America. What I didn't know. What kind of services we were going to have. Это то, какие собрания у нас там будут. Joseph. So. These people set me up. И вот эти люди настроили меня. Мы уже ехали по пути. И говорят мне они, мы едем туда, где работают проститутки. Мы едем туда, где живут наркобароны. Мы едем туда, где живут наркобароны. Мы едем туда, где проживает мафия. Я сказал, я не хочу ехать. Поэтому мы тебе и не говорили до сих пор. Надо быть честным. Не есть неправильно бояться. Неправильно поддаваться страху. Понимаете? Большинство современных христиан верят, потому что чувствуют страх. Верят, что они в грехе. Это неправда. Грех приходит, когда ты слушаешь и повинуешься страху. Вы слышите? Потому что эти наркопарни и мафиози они тебя убьют если ты будешь общаться с их проститутками. Или вмешиваться в их наркобизнес. Понимаете? Понимаете? Так. Боже, вы будете нравиться. Это добрая вещь. И они натянули палатку прямо посреди улицы. И я просто смотрю на стих. Много проституток одетых для работы. Это означает, что нет одежды. Вот мы там стоим и одна из них проходит ко мне. И я думаю, ей нужны деньги. Но знаете, что она мне сказала? Знаете, что она мне сказала? И она одета для работы. И она говорит, можешь мне помочь? Я сказал, могу. Просто. Ответ — да. Ответ — да. Она сказала, я сейчас вернусь. Она одета для работы. И уходит. Я не знал, куда она и зачем пошла. И приходит с маленьким мальчиком. Слышите? Маленький мальчик. Он искалеченный. У него ноги искривленные. Не может ходить. Это ребенок от наркотиков. И она передает мне этого маленького мальчика. И говорит мне, помоги мне. Каков ответ? Что ты делаешь? Что говорит Матфея 10.7? Что мы проповедуем? Важно ли, что это проститутка? Важно ли, что это ребенок проститутки, наркоманки? Это не важно. Я взял этого маленького мальчика. Он калека. Никогда не ходил. Вдруг Он начинает меня бить. Ну ладно. И перед нами Его ноги выпрямляются. И Он пошел. Скажи это со мной. Мне это надо. Вот это я хочу. Я хочу это. Помоги мне, небо. Проповедовать Евангелие. Исцелять больных. Изгонять бесов. Воскрешать мертвых. И очищать прокаженных. Я хочу этого. Я хочу этого. Несколько лет назад. Я оказался в одной из наших церквей. В Центральной Восточной Мексике. Там никого не было. А всегда есть люди. И я зашел туда. Там тихо. Никого нет. И запах стоит. Я вытащил свой плоток. Пахло разлагающейся плотью. Законцов появился пастор. Здравствуй, брат. Как дела? Да, все хорошо. Я говорю, что за запах тут? Ужасный. Он говорит, да. Мы хотели, чтобы ты его унюхал. Я сказал, хорошо, я уже понюхал. Избавьтесь от него. Он говорит, пойдем со мной. Что говорит Матфея 10-7? Что я проповедую? Что я проповедую? Я это сделал. Что дальше? Следующее, что? Heal the sick. Raise the dead. Cast out demons. And what's next? Cleanse the lepers. Очищайте прокаженных. That's right. Все правильно. Я пошел с пастором. И там была куча каких-то половиков. Ужасно пахло. Мне было любопытно. И я протянул руку. Посмотреть, что же так ужасно пахнет. И когда я поднял их. Была форма человека. Но носа у него не было. Ушей не было. Пальцев на руках не было. Пальцев на ногах не было. Я никогда такого не видел. Что это? Что это? Я спрашиваю пастора. Что это? Он говорит, это прокаженный. Я никогда не видел прокаженного. Что ты делаешь с прокаженным? Как очистить прокаженного? Никто не знает. Потому что мы никогда не видели ни одного. Можешь пойти в христианскую библиотеку. И там полно книг, говорящих о том, как использовать Евангелие, чтобы разбогатеть. Книги, как пророчествовать. Толстые книги. О том, как говорить на языках. Где? Где ваши книги? О том, как воскрешать мертвых. И о том, как очищать прокаженных. Я не знал, что делать. Но потом я стал вспоминать, что делал Иисус. Многие носят такие браслетики. Написано, что бы сделал Иисус. Пошел я назад к этим половикам. Вы серьезно это? Чего ты хочешь? Это был 19-летний мальчик. Он сказал, я живу далеко-далеко. Он сказал, они сказали мне, что твой Бог может помочь мне. Я сказал, они сказали тебе правду. Я сказал, я не знаю, как. Я никогда ничего подобного раньше не видел. Ноль опыта. Ноль опыта. Но это не важно. Иисус — царь! Я сказал, я сказал, хорошо. Давай сделаем это. И когда я протянул руку, чтобы прикоснуться к этому парню, дьявол проговорил мне. Что он сказал мне? Да, не получится. Но более этого. Ты прикоснешься к нему, и я это тебе дам. Какой мой ответ? Ты боишься меня. Поэтому ты пытаешься заставить меня испугаться. И я засунул свою руку в эту массу. Ужасно было. Ужасно. Я вытаскиваю свою руку. С нее капает эта масса. Я зову сестер. Дайте мне мыло. И скраб какой-нибудь, щетку. И вычистите меня. Они это сделали. Ничего не произошло. Когда Иисус за них молился, когда я помолился, что же это значит? Это значит, меня зовут Давид, а не Иисус. Но продолжайте иметь терпение. Скажу почему. Потому что великий свет зашел над людьми во тьме. Потому что Царство Небесное приблизилось. У нас было служение. Ужасно пахло. Но я все равно проповедовал. И я был на самом деле рад, когда я ушел оттуда. Но моя рубашка пропахла прокаженным. Я ее снял и выбросил в окно. Это правда. Я дошел до дома. И мисс Хоган сказала мне, Где рубашка? Я ее выбросил. Она пахла проказой. Ну ладно. Через несколько недель Я в том же самом месте. Четыре-пять недель прошло. Ну вот. Как улей. Место. Да вот так выглядело место. Как улей, которые пнули ногой. Ну когда потревожишь пчелы. Они что-то делают. Очень шумно. И я смотрю на всех этих людей. Что они делают? В конце концов пастор пришел. Ты слышал чудо? Нет? Какое чудо? Иди сюда. И иду с ним. И целая группа людей. И я смотрю. И не вижу чудо. Но я заметил нового молодого человека. Подхожу к этому молодому человеку. Потому что мне очень интересно. И спрашиваю его. Ты кто? Он говорит, брат Дэвид. Ты знаешь меня? Да. Я тебя не знаю. Нет, знаешь, говорит. Прошлый месяц ты привел меня к Иисусу. Не я. Ты меня попутал с кем-то. Нет, ты меня спутал, говорит этот молодой человек. Почему говорю? Потому что последний раз, когда ты меня видел, я был прокаженным. Бог дал ему новый нос. Бог вырастил ему новые уши. Новые пальцы. Там тоже. И дал ему новую кожу. Я был просто. Ты что, серьезно? И я схватил его за уши. И я схватил его за нос. Почувствовал все его новые пальцы. Знаете, что он мне сказал? Спасибо. За Евангелие. Вы слышите меня? Они ждут нас. Они ждут нас. Бог с нами. Бог с нами. Красиво выглядишь. Будешь хорошим мужем. А ты очень красиво выглядишь, детка. Я тебя благословляю во имя Господа. Иисус. 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 Знаете, что я сказал своей жене? Я сказал жене. Я должен быть частично русский. Это то, что я сказал ей. Знаете, что она мне сказала? Можешь быть тем, кем хочешь быть. И это правда. Во имя Иисуса. Я действительно не знаю, почему Бог меня употребляет так, как Он это делает. Я знаю, что Он великий. И Он употребит всех нас, чтобы делать то же самое. Все, что нам нужно делать, это верить. Скажите со мной. Помоги моему неверию. Покажи мне, как ходить в вере. Покажи мне, как исцелять больных. Покажи мне, как исцелять больных. Покажи мне, как изгонять бесов. Покажи мне, как воскрешать мертвых. Покажи мне, как воскрешать мертвых. Покажи мне, Бог. Как очищать прокаженных. Во имя Иисуса. Покажи мертвых. Покажи ему.